Вчера в Запорожский Святопокровский архиерейский собор были доставлены три православные святыни. Чудотворная икона Толкской Богоматери из Нежинского монастыря, образ Богородицы из Почаевской лавры и икону Луки Крымского из Симферополя. Верующие пронесли святыни от железнодорожного вокзала Запорожья I до собора, где они будут находиться до конца недели. Древнейшая из известных икон Толкской Богоматери написана в последней четверти XIII века. По одной из версий, автором её является итальянский мастер пизанской школы, по другой – грузинский. Иконография этой иконы происходит из византийской живописи. Ряд деталей в лике Иисуса Христа, рисунок бровей, носа, повторяют лик Эммануила на ярославской иконе Аранта Великая Панагия. В Толкский монастырь, основанный в Нежине, ныне Черниговская область, эта икона попала в XIV веке. Почитаемая чудотворной Древняя Почаевская икона Богородицы хранится в Успенской Почаевской лавре в Черниговской области. По преданию, она была подарена иноком дворянкой Анной Гойской, которая в середине XVI века получила её в дар от Константинопольского патриарха. Долгое время икона хранилась в храмах разных конфессий и в начале XIX века была возвращена православным верующим. Икона Святого Луки Крымского с частицами мощей доставлена в Запорожье из Симферопольского храма. По словам клирика Свято-Покровского архиерейского собора Сергея Кудасевича, сейчас в Запорожье находятся почитаемые святыни западных, северных и южных регионов Украины. Верующие прикладываются, приходят к Божьей Матери, просят у неё заступничества, помощи, покрова. В первую очередь, конечно же, для нашей Родины, чтобы мы жили в единстве, в любви, в мире. Все наши раздоры прекратились. Господь благословил по молитвам и заступничеству Божьей Матери нашу Родину. Святыни будут находиться в Запорожье до конца недели. Свято-Покровский архиерейский собор открыт для прихожан с 7 утра и до последнего молящегося.